Леопард, ставший людоедом, еще более опасен, чем даже тигр-людоед, ибо обладает поистине мистической способностью подкрадываться к жертве и убивать ее совершенно бесшумно. В Северной Индии, там где сливаются воды Мандакини и Алакнанды, образуя священный генг, до сих пор помнят о так называемом Рудропроякском леопарде. Этот хищник за период с 9 июня 1918 года по 14 апреля 1926 года только по официальной статистике загрыз 125 человек. Пятнистый монстр избегал самых хитроумных ловушек и нередко охотился за теми, кто пытался уничтожить его. Но однажды по следам леопарда-людоеда отправился истинный профессионал. В те времена было крайне сложно просто выжить. А без наушников и подавно. Тюменский Илон Маск, Вадим Боков со своей командой Кейс Гуру потрясает рынок уникальным продуктом. Forbes, Комсомольская Правда и Коммерсант признали CGPods лучшими наушниками из всех недорогих и самыми недорогими из лучших. Свежайшая новинка с топовыми характеристиками модель CGPods X, апгрейд проверенных годами CGPods 5.0. Теперь тут высококлассный микрофон с кристальным звуком, абсолютно новая прошивка, максимально стабильное соединение и долгожданный разъем зарядки Type-C. Самое лучшее тоже сохранили. Влагозащиту, крайне удачный спортивный форм-фактор и алюминиевый неубиваемый кейс. Уникальностью обладает также и модель CGPods Lite. Магнитная антистресс-крышка успокоит любые нервы. Влагозащита тоже есть, можно принимать душ, плавать и заниматься спортом в любую погоду. CGPods, наушники на любой вкус, черные или белые, сенсорное или механическое управление, везде есть микрофон. Зарядка через Type-C и 20 часов работы без розетки. Высокое качество по вкусной цене всего 5490 рублей. Год гарантии, если что, замена на новые, а не ремонт. Промокод Animal на дополнительную скидку 200 рублей и ссылка на магазин производителя в описании. В сельской администрации Индии существует уникальная должность патвори. Так называют чиновника, который регистрирует в подведомственных ему деревнях случай гибели людей от нападения диких животных или укусов ядовитых змей и насекомых. С лета 1918 года патвори ряда населенных пунктов Гарвелла сообщили своему начальству о появлении страшного леопарда-людоеда. Останки первых жертв хищника были обнаружены вблизи Рудропрояга, место слияния двух рек. Молва быстро окрестила пятнистого убийцу Рудропроягским леопардом-людоедом. Под таким названием зверь вскоре попал в рубрику происшествий ведущих газет всех пяти континентов, привлекая к себе внимание читателей на протяжении почти восьми лет. Гарвелл – гористая, покрытая густыми джунглями территория, по которой разбросаны уединенные деревеньки, нередко связанные между собой лишь лесными тропами да висячими мостами. Здесь на площади в 500 квадратных миль в те времена проживало порядка 50 тысяч жителей. Кроме того, через Гарвелл проходили маршруты паломников, которые направлялись к священным для каждого индуса истокам ганга. Паломники обычно передвигались группами, непременно босиком, нередко устраивая ночлег на открытом воздухе. За год дорогами Гарвелла проходило свыше 60 тысяч паломников. У леопарда были неограниченные возможности выбирать себе жертву, что называется, по вкусу. Два приятеля соседа, собравшись вместе, курили кальян, передавая его друг другу. В комнате было темно, и лишь уголёк кальяна слегка рассеивал мрак. В помещение с улицы вела единственная дверь, которая была притворена, но не заперта, поскольку раньше в этой деревне леопард-убийца не появлялся. Беседа друзей текла по-восточному неторопливо, но вот при передаче кальяна из того выпал уголёк. Собирая отлеющую залу, хозяин дома наклонился, а когда снова поднял голову, то увидел, что дверь в комнату распахнута настежь. На улице взошла луна, и в её свете мужчина различил силуэт леопарда, который уже тащил на себе тело его друга. В другой деревне у больной женщины остались на ночь две её подруги. В одной из комнат имелась узкая и высоко расположенная прорезь, служившая окном, который закрывал большой медный сосуд с питьевой водой для больной. Все наружные двери в доме были не только надёжно заперты, но и дополнительно укреплены. Ночью раздался шум отпадения с окна медного сосуда. Зажгли лампу. Больная лежала на полу у стены, а на её горле зияли глубокие раны от клыков. Дознание, проведённое утром, показало, что леопард проник ночью в дом через узкое окно, даже не задев медного сосуда. Хищник неспешно обошёл весь дом, выбрал жертву, убил её и дотащил до стены. И всё это настолько бесшумно, что никто в доме не проснулся. И лишь при попытке протащить тело через узкое окно, леопард сбил тяжёлый сосуд, после чего скрылся. Слухи о подобных происшествиях разлетались мгновенно и приводили к тому, что ужас воцарился по всему Гарвеллу. Едва солнце приближалось к горизонту, как люди заканчивали свои дела и спешили укрыться за крепко запертыми дверьми. Многие поставили у себя вторые двери и дополнительные засовы. Но и за крепкими запорами многие дрожали от страха, опасаясь даже мысленно привлечь внимание ужасного монстра. Нельзя сказать, что колониальные власти тогдашней Индии не принимали мер по ликвидации опасного зверя-людоеда. За его уничтожение была объявлена весьма значительная награда – 10 тысяч рупий плюс доходы с двух деревень. Приглашались лучшие местные охотники Шикари, которым на период охоты устанавливалось высокое жалование. В прессе появилось обращение ко всем спортсменам Индии с просьбой включиться в охоту на людоеда. На подходах к деревням и вдоль дорог было расставлено множество хитроумных ловушек, а патвери были снабжены сильнодействующими ядами для закладки в человеческие трупы, которым леопард имел обыкновение возвращаться. Но даже этого было недостаточно. Это был поистине неуловимый зверь. Летом 1925 года по просьбе Уильма Ибитсена, советника губернатора Соединенных Провинций, к охоте на людоеда подключился известный в Индии следопыт Джим Корбетт. К этому времени на счету леопарда было 110 жертв, причем пик нападений приходился на предыдущие 4 года. Фактически матерый хищник совершал по убийству в каждые 2 недели. Уже было известно, что это очень крупный самец, далеко не первой молодости, но обладающий громадной силой. Прибыв на место, Корбетт получил известие, что в одной из ближайших деревень леопард убил корову. Охотник тот час отправился на место. Потварь провел его по деревне, показав следы когтей леопарда на многих дверях и окнах. Зверь, несомненно, намеревался добраться до человечины, но, не найдя ни одной лазейки, напал на корову. Не сумев, однако, протащить массивную тушу через дверь, хищник до отвала насытился на месте и ушел. Была надежда, что он вернется к добыче и на вторую ночь. Устроили засаду, но леопард так и не появился. Зато через несколько дней пришло известие, что корова убита в другой деревне. Судя по почерку, это был все тот же леопард-людоед. Как раз в этот период на помощь Корбету приехал Ибиттс, он и привез с собой капкан. Охотники замаскировали капкан на леопардовой тропе, закрепив его цепью и крепким колом, вбитым в землю. А сами влезли на высокий сток сена неподалеку. Спустя час после наступления темноты, с тропы раздался бешеный рев раненого зверя. Корбетт зажег фонарь, и в его свете охотники увидели крупного леопарда, вставшего на дыбы. Не теряя времени, Корбетт выстрелил. По злой иронии судьбы, пуля попала в звено цепи и разорвала его. Леопард огромными прыжками помчался в заросли, таща капкан перед собой. Охотники бросились за ним, так как были уверены, что с капканом ему далеко не уйти. И точно за выступом скалы они увидели лежавшего зверя, который злобно рычал. Корбетт прицелился и выстрелил. Пуля крупного калибра сразила хищника на повал. С утра все окрестные деревни охватило радостное ликование. Люди смеялись и радовались обретенной свободе. Один Корбетт выглядел озабоченным. В нем крепло уверенность, что убит другой леопард, а не людоед. Он попросил Патвери передать сельчанам, чтобы те не снижали мер безопасности. Но к этому предостережению никто так и не прислушался. В эту ночь люди опять спали с открытой дверью и обеспеченно выходили с наступлением темноты во двор. Но не все так просто. Известие об очередном нападении леопарда не заставило себя ждать. Убитым оказался мужчина, обитавший с матерью, женой и тремя детьми в уединенной хижине. Вечером охотники положили в труп яд в трех местах и вернулись в свое бунгело. Утром оказалось, что за ночь леопард успел оттащить тело далеко в кусты, где плотно поужинал, не коснувшись ни одного из тех органов, где находился яд. Охотники решили рискнуть еще раз. Буквально нашпиговав останки ядом, они устроились в засаде среди ветвей. Леопард появился бесшумно среди ночи и провел возле трупа два часа. У людей затеплилась надежда, что теперь-то хищник получил смертельную дозу отравы. Уже на рассвете Патвари организовал около двухсот местных жителей для поисков предполагаемого трупа леопарда. Следы привели к пещере с узким лазом. Здесь же хищник изрыгнул пальцы своей жертвы. Сомнений не было ни малейших. Отравившийся ядом людоед находится в пещере. Лаза делали железными кольями и проволочной сеткой. Здесь постоянно дежурили вооруженные люди. Постепенно в районе снова возобладала беспечность. День проходил за днем, все было спокойно. А на десятое утро пришло трагическое известие. В одной миле от дороги паломников леопардом убита женщина. Поистине дьявол вырвался из заточения. Сам Корбет считал, что из пещеры существовал второй выход, а яд не оказал должного эффекта из-за слишком большой дозы, которая вызвала у хищника рвоту. Еще не раз казалось, что леопард угодил в надежную ловушку, но непостижимым образом этот дьявол воплоти снова и снова уходил от возмездия. Однако теперь Корбет имел ясное представление об основных маршрутах хищника. Охотник предположил, что в течение ближайших десяти дней зверь пройдет по дороге паломников между двумя деревушками. Здесь ледопыт и решил устроить засаду. В стоярдах от убежища паломников росло одинокое манговое дерево. Под этим деревом Корбет вбил в землю крепкий кол, привязав к нему козу с небольшим колокольчиком. Сам же устроился на ночь в ветвях дерева, надеясь, что леопард явится на рандеву. Так прошло десять ночей. Леопард бродил где-то поблизости, из одного дома он утащил овцу, а из другого козу. Он словно выжидал чего-то. Наступил вечер одиннадцатого дня. Неужели снова придется уезжать, не выполнив своей миссии? Внезапно до его слуха донесся шорох у подножья дерева. Жалобно заблеяла коза, отчаянно задергался колокольчик. Корбет нажал кнопку фонарика и прямо под собой увидел леопарда. Без раздумий нажал на курок и в тот же миг фонарик погас. Выстрел прозвучал в десять часов вечера. Колокольчик козы продолжал позвякивать. Следовательно, коза осталась невредимой. Но где же леопард? Лишь в шестом часу утра, когда начало светать, обессиленный охотник спустился с дерева. Крывавый след вел к скальному выступу. Там, раскинув лапы, лежал леопард. Он был мертв. Несомненно, это был он. Ужас Гервала. Старый матерый зверюга с седой мордой и без усыми губами. Язык и зубы у него были стертые и черные. Очевидно, результат действия цианида. Его старые зарубцевавшиеся раны полностью соответствовали информации о предыдущих схватках и выстрелах. Утром тело хищника обмерили. Его длина от морды до кончика хвоста составляла почти 2 метра 40 сантиметров. Что стало с телом после убийства, доподлинно неизвестно. Известно лишь то, что история леопарда из Рудропроягия, наконец, подошла к Энсу. Хорошо ли, что Корбету удалось убить зверя, думаю, вопрос риторический. Но у каждого из нас есть мнение, и твое на этот счет я бы хотел увидеть в комментариях. Пока!